Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня видео, может быть, его можно назвать монументальное, основополагающее по сути диетологии, биохимии, по здоровью. Дело в том, что сейчас очень многие люди склоняются, благодаря разным околоблогерам, околоврачам, диетологам, к чему? К кето-питанию мясному, к карнивор, то есть к сырому мясу и так далее, к полностью исключению из рациона растительной пищи, да. И в этой связи мне пришлось сделать это видео аналитическое. Послужило этому видео следующее письмо мне на электронную почту одной моей зрительницы и клиентки. Слушайте его. Здравствуйте, уважаемый Юрий Андреевич! Очень хотелось бы услышать ваш анализ этого видео, сейчас скажу какого. Настолько противоречащие нашим знаниям, информации о животной пище, что я немного в шоке. Если найдете время и прокомментируете в ваших роликах ответы на вопросы, но нет, я отдельное видео сделал, очень буду признательно, заранее благодарю за ваш труд. И вот ссылка. Значит, ссылка на видео на канале «Живая пища», реклама бесплатная. Получается, ладно, не жалко. Но видео под названием «Что такое ГАПС?» Знакомство с Натальей Наильевной Кэмпбелл Макбрайт. Видео 306. Великолепно. Сейчас мы к самому видео перейдем. Кстати, идет оно 2 часа 32 минуты. Мое видео, вот эта аналитика будет гораздо короче. Но я смогу сделать очень сложное, пояснить вам все так, чтобы вы не поверили мне или ей. А попробовали бы понять сами, разобраться, проанализировать беспристрастно. Давайте договоримся беспристрастно, если вы хотите понять истину. Истина здесь проста. Ну, а я этой женщине, зовут ее Оксана Шурыгина, ответил следующее. Это очень важно, почему я сейчас вам это зачитываю. Слушайте. Я, ну, написал, что вас удивило там, что такого особенного я название прочел, ну, понял уже, о чем идет речь. Она написала мне, меня шокировало практическое исследование на многих пациентах, что человек может вообще жить без растительной пищи, а животное только нужна, мол. Смущает испытания на многих людях и получение результатов. Говорится, все логично, научно, научно вообще там ничего не говорить. Ну, это ладно, извиняюсь, забежал вперед. Но я не настолько спец, чтобы отличить правду от кривды, и интуитивно почему-то я не согласна. А вот самое главное теперь, слушайте. Ну, я ей только одно на это написал, что, может, лет до 10 эта диета, не более, и то при идеальных стечениях стелесов, будет давать положительные результаты, и я объясню сейчас почему. Но что будет после, и то я написал, что если в рационе питания будут субпродукты, и печень, и прочее, и то в сыром виде, но потом рак неизбежен. И вот самое главное, что мне ответила вот эта женщина, Оксана Шурыгина, а теперь представьте, как людей, подобные лекторы, вот эта вот Кэмпбелл, так сказать, иммигрантка из России, как эти лекторы, блогеры, врачи и так далее, запугивают, по сути, людей, причем кого? Слушайте, Юрий Андреевич пишет Оксана, я благодаря вашим лекциям свои 57 лет здорова. Хотя 15 лет назад, а вы понимаете, что с возрастом мы стареем, но, как бы сказать, если есть болезни, у 99,9% людей только они усугубляются, никуда они не деваются, но тут слушайте. Хотя 15 лет назад была удалена опухоль головного мозга и получила первую группу инвалидности, которую отменила после того, как я изменил образ жизни, благодаря вам. То есть, благодаря совершенно противоположной диете вот этой женщине, о которой сейчас пойдет речь. Но вы вдумайтесь, у нее была опухоль головного мозга 15 лет назад, то есть, в стойкой ремиссии это прошло, что обычно не бывает, да? И вот читаю дальше. Благодаря вам, низкий вам поклон. Но мои знакомые, когда принесли этот ролик, ну, видимо, ей скинули, я поняла, что не могу аргументировать им его, так как это делаете вы. Это высший пилотаж. Вот я сейчас его и продемонстрирую. Потому и написала вам, благодарю за отзыв, но женщина усомнилась. Даже та женщина, вдумайтесь, дорогие товарищи, просто вот разумом, представьте, логикой, та женщина, которая, ну, вот, излечилась от неизлечимой болезни, уже прошло 15 лет, все в порядке и здоровью лучше, чем было в 30, там, 8, там, 40 лет. Что это означает, вы мне скажите? Ну, это не означает ли подтверждение того, ну, кто-то сейчас начнет, у нее тысячи случаев, а у меня тоже тысячи случаев. Я вам могу такие случаи, но я вам сегодня кое-что представлю. Давайте поедем теперь по видео. И я после этого ей написал Оксане, что мне придется теперь просто, хочу я этого или не хочу, сделать этот разбор. И вот в субботу я с 6 утра, вот, 2,5 часа все это смотрел. Ну, смотрел больше, потому что иногда паузы делал и конспектировал. И вот сейчас я вам буду все это пояснять. Поехали. Назвал условно я Ода Мясу это видео, да. Новомодная диета ГАПС, одни противоречия. Придется ей сделать рекламу, но не жаль. Начну с самого начала и прям по порядку, по ходу того, что она говорила, я буду эти мысли ее или констатации некие вам сейчас пояснять, зачитывать и пояснять. И давайте вначале совсем кратко, вот кто еще хоть как-то видел или понимает, о чем идет речь, это важно пояснить. И потом давайте уже по порядку я все пойду. И темы тут будут подняты мною такие. Почему у нее получалось лечить людей, я не спорю. И почему противоречий в том, что ее диета опасна и неестественно, но при этом получалось, нету никаких противоречий. И дальше, что будет с теми людьми со временем, кто будет питаться, как она советует. Потом противоречия и аналитика ее лекции слов, высказываний в самой же этой лекции. Да, литическая составляющая и духовные последствия. Да-да, она там много про духовное говорила. Хотя, как бы науку представляет. Она вроде и по науке пытается, что это научно, это доказано, исследование, наука. А потом говорит, что наука это вообще, так сказать, слуга мирового правительства. И наука, в общем-то, ничего не значит. Там есть люди, которые вообще праной питаются и даже не едят, не пьют и даже не дышат. Этическая, значит, понятно. Потом про науку неедение, да, но вот это. Где же истина диета ГАПС и лечение онкологии? Это очень важно, я сделаю акценты. Вот с чего мы начали, а теперь я еще акценты сделаю. Она утверждает, что проблемы со здоровьем и с кишечником начинаются от того, что люди переходят на веганское сыроедение и вообще на веганство. При этом она говорит, что от рафинированных углеводов проблемы и от того, что люди мясо не едят. И она очень хорошо смешивает, не знаю, только специально или просто от непонимания. Хотя, вы знаете, тут вы можете удивиться, как так есть такая практика? Да легко, легко, потому что у нее получается, и она сама говорила, что она изначально-то по специальности своей врач-невропатолог, потом хирургом немного поработала. Вы понимаете, чтобы люди поняли, как устроена жизнь, это надо, чтобы это были очень умные люди. Я не буду слов гениальные говорить. А если что-то получается, это не потому получается, что она права абсолютно вот та ее диета, которую она отыскивает, хотя она ее и не придумывала, это та же самая кет-диета. Короче говоря, она смешивает истинную причину болезней с ложными, и потому у нее действительно получается, а люди ей верят, а потом у людей будут проблемы. Ну и еще и духовного характера, но это уже отдельный тем. И ее диета ГАПС не нова, это вообще не открытие. По сути, это, я говорю, та же какая-то диета мясная. Ну, как вот, например, у доктора Генералова, или как тот же Берг говорит, или, так сказать, многие, да многие другие. Так вот, живет эта дама в Англии, приезжает в Россию к родственникам, семья, она, говорит, у нее в России живет. Говорит, что на Западе очень мало духовности осталось и разума, мыслящих людей очень мало, в России еще не все так плохо, наоборот, так сказать, хорошо и сравнивать даже нельзя. Ну, тогда возникает вопрос, а что вы делаете в Англии? Замуж за англичанина она когда-то вышла, русских или татар, вот она татарка, хотя бы наполовину, я так понимаю, по отчеству, да и внешне, и говорила в Казани или где, в Уфе. Ну, вот, да, то есть, нету, не нашлось, да? Ну, это уже, конечно, знаете, я просто, ну, как сказать, кто-то тут на меня окрысится из-за этого, да ненормально это. Ну, ненормально это, не надо спорить с этим. Это вот, и где родился, там пригодился, это правильно. И не люди миром, и не надо там философствование дешевых. И вот, пожалуйста, вроде бы разумом, доводами сама, а сама она говорит, что в России, как в России, приезжая, а взяла и родственников, и всех, и мама тут у неё до сих пор жива, и оставила всех. Нормально? Нет, это ненормально. Но это уже, конечно, не относится к нашей непосредственной теме, это просто моё больное наболевшее, что называется. Хотите, если патриотическое, да? Я, например, никогда в жизни за границей не был, и просто, вот, я клянусь, если мне дать миллион долларов, ну, это для тех, я говорю, кто не в теме, я не поеду никуда, вот просто на неделю. Ну, считайте, что из-за лени, но мне это нафиг не надо. Вот миллион, реально, я вот прям не вру, честное слово, клянусь. Вот миллион дать, я не поеду. Ну, а теперь давайте так, конечно, многих она подкупает чем? Такая доброжелательная бабушка, ну, прямо душка. Много популизма, это людям нравится, кто не умеет думать и мыслить. Давайте лучше разберём, что она говорит конкретно. Значит, вот что касается ГМО, сои, гормонов в продуктах, и чем животных пичкают и так далее, и про пластмассовые ресницы, что люди с собой в плане химии там и косметики и так далее, делает совершенно всё правильно, объективно, это да. Значит, мировое правительство, то, что существует лице там, ну, это я уж от себя, транснациональных корпораций, их владельцев, которые правят и ставят президентов и лоббируют всё, что им угодно, от законов там до влияния на умы людей и их поведение, да, всё абсолютно верно. Про всю эту трансгендерную, так сказать, нечисть, что это тоже из-за химизации, значит, соответственно, вот сельского хозяйства и питания и ГМО продуктов абсолютно верно, абсолютно верно. Про то, что эко-деревни создавать надо, переезжать на землю, есть продукты, выращенные своими руками, правда, на животных своими руками, которые выращены, но по сути абсолютно верно. И я в этом смысле, насколько вы знаете, мои старые зрители, а новые, если нет, то на моём другом канале, хотя бы на канале «Жизнь на земле», посмотрите видео, которое называется, хотя бы одно, которое называется «Бросил Москву и построил город будущего в глубинке», чтобы вы поняли уровень. И то это только часть моих проектов, которые я делаю, есть ещё то, что мои зрители не знают, и то там почитайте отзывы, а то, когда узнают, будут в шоке даже те, кто писал, как это вообще одному человеку, ну, вообще возможно всё это вот сделать, ну, организатору и того, что я и в скольких направлениях, чем я занимаюсь. Это, кстати, ещё, имейте в виду, я не выпендриваюсь, а ещё насчёт одной темы, ну, насчёт, во-первых, практических моих знаний, что я не теоретик просто там, во-вторых, насчёт того, энергия, скорость мышления, ума там и так далее, тоже имейте в виду сейчас, когда дальнейшая аналитика пойдёт. Ну, вот, в общем, училась она в Уфе, врач, и первый ребёнок был аутист, сейчас здоров, 30 лет, и обнаружила она тогда, что у всех, у кого дети аутисты, все родители больные. Вообще-то не мудрено, больные практически все, ну, ладно, да. Что нарушена кишечная микрофлора, и всё идёт, она поняла, от кишечника, гениально. Ещё Гиппократ, он даже говорит, совершенно верно говорил, что, значит, всё идёт вот от кишечника, от желудка, да, и от той пищи, которую мы едим. Так вот, аллергия, аутоиммунные заболевания, психические заболевания, это как раз всё она говорит от как раз вот химии в еде и не только. А я здесь сразу скажу, что другая врач, только ещё плюс ко всему биохимик, Марва Багаршакова-Наганян говорила, и аргументированно это доказывала, и не только она, не всегда там начинает норма Нокера до многих других, ну, хорошо, мы сейчас про Аганян, что как раз всё это вот мясо. Да, конечно, от химии, вот всё, что она говорит, чипсы там, колы всякие и прочее, абсолютно справедливо, это катализаторы, это ускорители, это то, что сейчас уже у детей маленьких болезней, те, которые не было раньше, и химизация, и всё, но и мясо однозначно. Особенно, что касается поджелудочной железы. Ладно, все болезни, она говорит, из одного места, из кишечника, и что все болезни ЖКТ она лечит своим протоколом ГАПС, такое красивое слово, значит, лечит ЖКТ. Значит, ну, дальше идёт страшный популизм, что вот, например, что если корни дерева погибли, то и дерево само погибает, и наоборот, сделав корни, основу здоровой, дерево оживает, как и наш организм. Ну вот, была невропатологом, хирургом немного поработала, и вот она поняла, уехала на Запад и решила открыть свой бизнес, ну, она говорит, вернее, лечить людей, делать мир этот лучше, чище, добрее, справедливее. Ну, да, про это тоже запомнить. Дальше, значит, следующее. Я прям цитаты и по ним иду. А потом итоги подведём с вами. Значит, мир современный, это такое коммерческое соревнование в плане перехода на веганство, что это навязано мировым правительством, что для того, чтобы решить голод, проблему, там, и так далее. Вот, значит, и по другим причинам, чтобы людей убить и сделать идиотами, и так далее. Вот, для этого надо, то есть, всем негодяям надо, чтобы люди перешли на веганство. Так. Дальше она говорит, что просветление на веганстве – это ложь. Что никакого просветления на веганстве, ну, не то, что быть не может, что следствие веганства просветление – это не одно и то же, да? Хорошо. Человек не может жить, она утверждает, без животной пищи. Потому что в растительной пище другие белки, последовательность аминокислот. Оксана, вот я вам и таким же, как вы, хочу обратиться. Вот более каких-то научных доказательств, чем такие выражения её, что это другие белки, незаменимые аминокислоты, последовательность там аминокислотных звеньев в белковой молекуле, я ничего не слышал. Это, по-вашему, что ли, научное доказание? Это словоблудие околонаучное. Это просто даже обычное популистское бытовое словоблудие с упоминанием каких-то терминов из биологии медицины. И вот там нет более никаких доказательств этому. Я же приведу вам доказательства те, которые, даже бы если 10 академиков, ведущих мира, что-либо попытались доказать обратное, это было бы всё ерунда. Знаете почему? А как вы думаете, я прав или нет? Потому что, если жизнь нам говорит обратное, то чтобы кто не утверждал, эти утверждения ложны, потому что мы видим обратное. То есть практика критерий чего? Не правды, а истины, конечно. Теперь давайте так ставим, мой помощник сейчас ставит сюжет той бабушки из русской глубинки средней полосы России, которая никогда, подчеркиваю, никогда не ела мясо. Послушайте. Сколько вам лет? Да только всего с 27-го. Считай, сколько? 97. 97. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Батюшки все удивляются, твои все лежат, а ты ходишь. А я батюшке говорю, батюшка, они мясо едят, а я с 27-го года, как родилась, мясо не ем. Теперь давайте... Так, кое-что я еще обязательно буду вам интересное вставлять по ходу моих пояснений. Нет, я мог бы вам 10 поставить кадров, на 3-5 часов это растянуть. Поверьте, в моих лекциях других все это есть. У меня есть несколько плейлистов на моем YouTube-канале. Я вам оставлю под этим видео ссылки, вот на все, о чем я говорю, я вам оставлю. На все будет единая ссылка, вы туда нажимаете мышкой, на активную синего цвета набор вот этих вот ютубовских шифров, попадаете на мою страничку на сайте youfrolov.blog, а там поочередно будут ссылки на все те видео, либо разделы, плейлисты по мясу, там, по вот... и так далее. Вот о чем я говорю. Так, потом она утверждает, что если у человека есть острое желание что-то съесть, это вам организм подсказывает, какая чушь, ну какая несусве... Я от разных людей такую чушь слышал для оправдания своих брюшных пристрастий. Вкусно пожрать. Значит, дело в том, что... тогда давайте рассуждать так. Ну вот у алкоголика организм тоже знает, что ему алкоголь нужен, знает, почему-то шломка идет, потому что это наркотик. Так, а вы спросите сейчас, это чушь, я сравниваю мясо с алкоголем? Да, в плане наркотика, конечно, потому что... А вы что, не знали, что когда человек ест мясо, в мозгу образуются морфиноподобные соединения, и поэтому есть такое пристрастие колоссальное. Как и кофе, там, ну свои, только вещества наркотические, естественно, поэтому идет ломка, хочется, поэтому... а потом желания все начинают оправдывать свои зависимости. Ну, как у любого алкоголика. Кто? Я алкоголик? Да я, так сказать, и начинает оправдывать. То же самое. Значит, я другие примеры не буду приводить по другому, чему-то явному, вредному. Ну вот фастфуд, люди подсаживаются миллиардами, да, ну сотнями миллионов на фастфуд. Это полезно или вредно? Как, ну, и она скажет, что вредно. А ведь организм-то знает. Ну, понимаете, какую чушь она говорит и подобные. Такое делает, ну, просто, ну, вот разумный человек, ну, недостойно. Идем дальше. Разные, говорит, организмы есть. Тут тоже любят игра на публику. Очень многие люди как раз этим и успокаиваются, что мы все разные. Тут для одного, ладно, подходит все, что вы говорите, а для другого нет. Ерунда полная. Она говорит, даже есть и те люди, для кому надо есть каждые два часа. Я просто в шоке. Я про... То есть тогда, если... Я уж не знаю, понимаете, столько лекций я выпустил на эту тему. Хотите, даже того же товарища Берга можете послушать, на которого сейчас многие молятся. Ну, и он говорит, что интервальное питание должно быть, что нельзя после 16.00 питаться, что должен быть хотя бы вот 6.18. Интервал в приеме 18 часов не есть, потому что только тогда начинает вырабатываться, даже с возрастом, не сильно уменьшаться, скажем так, как уменьшился бы, если бы люди ели вот как привыкли вечером и ночью и так далее. Гормон роста. Гормон роста бы вырабатывался как... А это гормон молодости и много чего еще. Аутофагия запускает самоочищение на клеточном уровне, когда человек вот не ест определенный период. И много чего другого полезного. Это очевидно. Каждые 2 часа есть, это путь просто в могилу раннюю. Ну, правда, она говорится. Но если это типа Кока-Кола, это, конечно, нет. Это исключение, это сигнал организму. Это не сигнал организму, что, мол, это нужно, потребность, а наркомания. А мясо, это не наркомания, морфины образуются. Это чистейшая воды наркомания. И люди, которые не представляли еще одно доказательство, что я без мяса психология, вот не могу я организм мой... И некоторые из них переходили, ну, отказывались от мяса. И потом, сколько же мне таких писем приходило, они говорят, я был просто идиотом, просто наркоманом. То есть мясо диктовало моим рассудком, понимаете, так сказать. Вот я сейчас, наоборот, не представляю, как можно это есть. Так, ладно. Ну, дальше она говорит, что организм – это природное сообщество, ну, микроорганизмов там. Именно они формируют пристрастие пищевое поведение. Абсолютно верно. Грибки, которые вырастают, вредные патогенные грибки, микромицеты. Это я от себя говорю, она этот термин не употребляла. Она как раз в этом ничего не понимает. То, что там приводила в пример про какие-то, ну, такой вот оборот, что вроде шампиньоны вырастают в организме. То есть высшие грибы вообще не могут жить, расти, размножаться в организмах ни в каких. А вот низшие грибки, паразитические, как раз, да. И как раз высшие грибы в природе, бездеальные высшие грибы, они вырабатывают те вещества, которые подавляют развитие низших. Вот тот самый симбиоз, вернее, неправильно. Баланс экосистемы в природе поддерживается в том числе высшими грибами. Они низшие тоже нужны, конечно, потому что они редуценты, разложители в том числе органики на уже, вместе с бактериями, на более простые соединения, которые идут в почву. И дальше по круговороту веществ в природе там усваиваются уже растениями. Растения передают продуценты, то есть в экосистеме, да, консументам пищу там и дальше уже редуцентам. Опять ей круг замыкается. И вот она говорит, что грибки растут на крахмалах, абсолютно правильно, выпечка, сладкая, что это вредно, фрукты. И тогда грибки прям активизируются. Ну, конечно, они же глюкозу, фруктозу потребляют, сахара. Абсолютно верно, что я в своих лекциях уже тоже много лет говорю. И ядовитые метаболиты, вот эти продукты метаболизма, как раз вызывают болезни, да? Значит, посмотрите моё видео, которое называется «Мясо надо есть» в кавычках, где как раз чётко и понятно, и это, знаете, это даже курс, по-моему, третьей биохимии в институтах, что для организма человека антигенами являются высокомолекулярные белки, в первую очередь животного происхождения, сложные молекулярные структуры, вот эти реакции антигена-антитела, что такое в организме, когда попадает туда мясо. Ну вот, собственно говоря, вы посмотрите это моё видео, там я разжевал досконально вообще, как это всё происходит. Вот, а сахара, да, тем более, если, внимание, сахара с белками идёт брожение, а значит, да, и гниение, и брожение, оттуда газообразование и прочее, вот тут самая корень-то бед. Поэтому, с одной стороны, если есть чисто мясо, как она говорит, будет результат, я сейчас объясню это всё, но в долгосрочной перспективе это будет рак гарантированно, потому что по двум причинам, по биохимическим и по законам кармы, ну, кто-то не верит в законы кармы, то есть, я имею в виду законы причинно-следственных связей и каких-то вот этих духовных энергетических, о чём она тоже говорила, можете не верить, тогда чисто биохимически, пожалуйста, это тоже факты, просто абсолютные факты. У меня было видео «7 причин рака», причин рака много, не одна, группа факторов, посмотрите, советую. Далее. Да, не пытайтесь меня подколоть или чем-то подловить, это глупо, беспродуктивно, нечестно, это сделать невозможно. И у меня есть много видео на канале, где я всё уже объяснил, ничего нового вы не зададите, вопросы или там подколы, уверяю вас. Идём дальше, кто хочет разобраться. И вот она говорит, вы становитесь наркоманами. Сладкое? Безусловно, 100%. Да, там тоже есть свои действия на головной мозг, совершенно верно, тоже наркотик, сахар, ну, конечно, да. Когда едите макароны, кашу, картошку, да, 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 да. То есть, стоит это убрать, и уже очень многие проблемы со здоровьем будут убраны, совершенно верно. И проблема не в том, что у её пациента выздоравливают, что она мясом кормит, а тем, что она убирает вредную пищу, вредную, варёную пищу, донатурированную пищу, и тем более, ну, понятно, химию, это в первую очередь. Ясное дело, что люди к ней пришли, они ели там, условно, чипсы, колу и пиццу и всё остальное, а потом она вообще всё это убрала, да и варёные крахмалы и прочее. И, конечно, результат будет, что, удивляться и дифирамбы петь. И вот она говорит, совершенно верно, что антибиотики, ну, понятно, убивают бактерии, и если бактерии поддавлены, и положительные наши, симбиотические, то, кстати, симбиотические бактерии кишечные, для них пища, родная их, это растительная клетчатка, против которой она. И вот уже на выходе нам они синтезируют аминокислоты, витамины и так далее, но она права в том, что тогда бактерии, когда они нормально, живы, в объёме, по видовому разнообразию, всё нормально, константа, то они подавляют, сдерживают развитие грибков микромицетов, дрожжевых, плесневых, вредных вот этих. А если бактерии погибают, их экологические ниши, я уже по-своему это более, так сказать, понятно объясняю, занимают грибки в том числе, и возникают проблемы, начиная от кандиды, альбиконс, там и прочие, как следствие, это молочиство у женщин, п-п-п-п-п, и так далее, до прочих, и рак, и рак, абсолютно верно, абсолютно верно, только рак как раз, две главные в этом смысле причины, это сахар, и всё вот это вот, последовательность, то есть, вплоть до грибков, и второе, это мясо, мясо, и как результат расплаты невидового питания, потому что мы по внешним признакам, морфологическим, внутренне, анатомическим, никакого отношения к плотоядным животным, то есть, вообще никакого не имеем, и эта расплата будет совершенно справедливая, как для биологического вида, за неадекватное, невидовое, тем более, питание, и второе, это вот кармическое, то есть, вот то, что вы участники, вы убийцы, вы своим кошельком и брюхом в этот мир вносите миллиарды смертей, страданий высших животных, ни в чём не повинных, которые также хотят жить, как и вы, испытывают боль, страх и другие чувства и эмоции. Так, дальше они рассыпаются с ведущим на тему сыроедения, буквально 2-5 лет, и всё сыпется, весь организм. Значит, сыпется он на любое, а на мясе, как мясоеды все, ну, кто ест всё подряд, они как здоровые, 99,9% все больные люди, значит, уже, да, что-то не то. Ну, хорошо, действительно, многие на сыроедении веганском начинают иметь проблемы, и веганы, и вегетарианцы, значит, через какое-то время. А вы знаете, сколько после моих пояснений мне приходят письма, вот это как раз в рубрике ответы на вопросы, я советую вам эту рубрику мою, глубоко аналитическую, очень даже советую смотреть. Так вот, я там зачитываю порой такие письма, примерно такого содержания, что я перешла когда-то или перешёл на сыроедение. Было всё идеально, сначала хорошо, энергия, всё, а потом стало плохо, упадок сил, болезни, может, какие-то. Вот я сошла там и кое-как, что-то, значит, а теперь я только поняла или понял, в чём были мои ошибки после ваших видео. Так вот, дорогие друзья, в природе вообще, ну, она с этим, кстати, даже и не спорит, причём не прямо, а косвенно не спорит, что, естественно, только сырую пищу потреблять, потому что в природе просто другого не предусмотрено, ну, ни один вид на нашей планете, никто не... И она говорит, потому что про сырое мясо, там, про 2 килограмма, вы это сейчас услышите, я вообще в шоке. Но мы-то сейчас с вами о другом. Он сыпаться всё начинает. А почему? А потому что люди начинают блажить, думают, что они бога за бороду поймали, что они сейчас одним продуктом или двумя-тремя, тут вот как в каких-то там индийских эпосах или где-то ещё, сейчас всё трансформируется у них, всё синтезируется и так далее. А они приходят на сравнение с ошибками, с проблемами, с правильно больным кишечником, с синдромом дырявого кишечника, с синдромом избыточного бактериального роста, сибор, дисбактериозный рас состояние и так далее. И, конечно, возникают проблемы, потому что накапливаются дефицитные состояния тех или иных питательных веществ. Я это досконально всё объяснял в своих лекциях. Есть другие причины, все они объективные, люди этого не понимают. И что им проще сделать, сказать, средняя ерунда, это неестественно, веганство. Тем более, проблема в них, в самих, в их ошибках. Я был 10 лет лично на чистом 100% сыроедении, то есть на 100% из 100. За 10 лет ни кусочка варёной пищи у меня в рот не попадала в организм. Проблем, разумеется, никаких не было. И то, я не то, что прям идеально, как надо, соблюдал там, ну, в плане дополнительных приёмов, тех или иных БАДов, там, ну, витаминов, минералов и так далее. Нет, но поскольку мой организм не сильно был изгажен, ведь я никогда в жизни не употреблял алкоголь, табак, другие яды, жил за городом, ну, с 98 года, не в Москве, да, и выращивали там, ну, практически сначала меньше, потом больше, там, свою еду и так далее, то, естественно, это те факторы, которые добавляют, дополняют, улучшают и, так сказать, минимизируют какие-то дефицитные состояния. А у среднестатического горожанина, кто там, питается из супермаркетов, ясное дело, все в этом плане гораздо хуже. И тут она права, что надо ехать за город, и это будет все гораздо лучше. Но мы говорим, что сыпется, так вот, только по причине дефицитов. Ну, вот скажите мне, есть корма для кошек, собак, веганские во всем мире? Сколько они есть? Минимум 40 лет. А вы в курсе, что есть уже животные, кошки, собаки, там, тысячами, сотнями тысяч, которые, например, хозяева свои поколениями, по 2-3 поколения кормили только веганскими кормами, и они жили, и живут, там, и 20 лет кошки, например, живут, но это просто факт. И вот откуда, они же хищники, а вот они облигатные хищники, они 100% собаки, кошки, хищники, и даже они, мы не хищники, мы плодоядные существа, есть травоядные, начинают сразу вот, быдло любят, знаете, как травку, что ли, щипать, листочки, это быдло. Есть травоядные, есть плодоядные, хищники, вот они хищники, мы нет, есть так называемые всеядные, условно, медведи, кабаны, там, мы не относимся к ним, и есть четвертые, про которые все молчат, плодоядные существа. Вот, так, теперь, значит, про кошек и собак. Я и сам кошек своих кормлю нашими, мы производим, не просто веганские, и это огромная разница, а единственные в мире веганские сыроедные корма, то есть, они термообработку не проходили, и состав их уникален, уникален, то есть, там более 40 видов продуктов, я уж не говорю про сотни тысяч веществ и их соединений, там, все, от турина до В12, до всего, и так далее, и они живут, тысячи моих клиентов, покупают их кошки, собаки, у них проходят те болезни, которые были, и врачи, и ветврачи не могли вылечить, ни на каких сверхдорогих премиальных кормах, которые там 3-5 тысяч за мешочек стоят, за 3 килограмма, есть такие корма, значит, и никакими препаратами, это тоже факт, я оставлю вам плейлист, если будет интересно, вот по кошкам собак, и там есть сами люди, рассказывают о том, что у них произошло, когда, к чему все это я вам говорю, дело в том, что не в белках дело, а в наборе, жизненно необходимых компонентов, можно, вы вообще в курсе, что некоторые, кто в коме лежит, им десятилетиями, как жизнь поддерживают, просто, просто мы говорим о факте жизни сейчас, как физрастворами, куда добавляют все питательные вещества, там, значит, вот, можно так, можно через зонт, когда, слушайте, можно тюбики для космонавтов, концентраты питательных вещей, главное, вот, что я хочу до вас донести, не белки, вообще, а аминокислоты важны, и вот она говорит, что это не те белки, вот какая чушь, вы поймите, что попадая в желудок, любые белки, растительные, животные, должны дентурировать, разобраться до аминокислотных звеньев, и полипептидных участков цепи, более крупных участков молекул, попадает дальше, в следующий отдел ЖКТ, тонкий кишечник, ну, в первый отдел его, в 12-перстную кишку, туда открывается проток общежелочный, куда панкреатические соки, желчь идут, и, соответственно, желчь из печени, и желчного пузыря, как хранителя, многие гормоны и ферменты, ну, например, трепсин, который доразбирает вот эти полипептидные цепочки до аминокислоты из поджелудочной, но проблема в том, когда вы начинаете есть много белка, тем более мяса, поджелудочная работает вообще без отдыха постоянно, и вырабатывает гигантское количество трепсина, и иногда начинаются как раз здесь и аутоиммунные реакции, потому что белки чужеродные и наши антитела пытаются их, вот эти антигены, уничтожить, такова суть природа того, что в организм попали белки чужеродные, а дело в том, дорогие друзья, что каждая клетка нашего организма, там есть такие органеллы, рибосомы, там идет процесс биосинтеза белка, то есть сборки, из чего сборка идет, из аминокислоты, ответ очевиден, нам не нужны белки, для построения белков, а белки у нас свои строятся, для нужд своих клеток, и тканей, и органов, так вот белки нам не нужны, а нужны аминокислоты, и какого хрен, извините, разницы, какие, главное, чтобы все, включая незаменимые аминокислоты, попали тебе через пищу, значит, соответственно, в организм, они все равно разобраны будут, вот в чем суть, но растительные белки, из тех же бобовых, и так далее, разобрать проще в разы, чем высокомолекулярные, из мяса, я не буду сейчас, все, а то я уже полез опять объяснять, стал, посмотрите мое видео, в кавычках, мясо надо есть, кто любит эволюционистский бред, насчет клыков, посмотрите, видео мое, клыки, кто-то там христианин, такой, что типа верит в то, что христианство, значит, надо горло резать, но ведь добро же несет христианство, над горло рекишки выпускать, и мясо есть, кто-то там разрешил, Бог им разрешил, посмотрите мое видео, мясо и Библия, достаточно, идем дальше, да, да, а по этическим вопросам, ну, кто еще ребенка в себе, может быть, не до конца потерял, душу чистую, может быть, чуть-чуть оставил еще в себе, вот я вам дам шанс этот, так сказать, поплакать, перед собой, вот, покаяться, самому себе же, мои два видео, мясо и дети, посмотрите, и просто думайте, просто думайте, откройте сердце, откройте разум, и так идем, сыпаться организм будет на любом питании, если вы будете, не зная броду, несусь в воду, да, подходить наоборот, и тут она подколола, а сыроедение может быть полезно, может быть, если есть по 2 килограмма сырого мяса в день, докатились, есть одна такая дурочка, нет, она весьма хитрая бабенка, такая толстая, толстая, Софья, по-моему, Даринская, которая является саентологом, и, типа, каким-то там диетологом, врачом, психотерапевтом, наверное, скорее всего, так вот, она тоже докатилась до 2 килограмм мяса в день, да, дожили, сыроедение, может быть, да, ну, 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 корневор так называемый, да, может быть, да, проходят у ребят проблемы, но что будет потом, да, не увидят скоро, что будет потом, кто вот начал у нас 2-3 года назад в России это дело практиковать, ну, и дальше она несет полную чушь, растения человека не кормят, она говорит, вообще не кормят, мясо то кормит человек, растения человека не кормят, растения типа это как чистка, ну, 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 вспомним русскую нашу поговорку, русский крестьянин никогда практически мясо не ел в старые времена, потому что это было очень дорого, и была даже пословица, поговорка, щи да каша, пища наша, а когда, значит, посол, не помню сейчас как зовут, у меня видео это все было, английский, при дворе Ивана Грозного уехал в Англию, написал там определенный труд, а дальше многие писали, тоже, кто Россию посещал, примерно одно и то, что при дворе, бояре, там, дворяне и так далее, едят все заморское, такое, значит, изысканное, приготовленное, конечно, мясо, пища богатых, вспомните, кстати, подагра, что такое, почему ее называли болезнь богатых, потому что ели мясо, ураты натрия, это чистая причина, а только в поедании мяса, подагра, ну, конечно, я оговорюсь, вареного и жареного, так вот, что там было, так вот, говорили, что вот эти люди, все дворяне, бояре имеют болезни, умирают рано, а простой русский мужик, щи да каша, пища наша, живет 100-120 лет, не надо там бредять, не насчет, там раньше жили 30-40 лет, я объяснял, ну, во многих своих видео, откуда эта чушь взялась, это как с алкоголем, что, мол, сухой закон приведет к тому, что все начнут травиться суррогатом, это вот для дебилов, это вот сделали, так же и тут, это очень хитрая подмена, игра статистикой, игра статистикой, сейчас пояснять это не буду, так вот, не ели практически на Руси мясо, а те, та прослойка людей, кто ела, ох, проблем там было много, и толстые, поэтому толстые купчины, признак богатости, пожирет много, и так далее, да, так, растения не кормят человека, ну-ну, полтора миллиарда людей на планете, даже два, вообще мясо не едят, не ели, а раньше вообще было сверхдолгожителей, гигантское количество, и, конечно, вот именно в народах, кто мясо не ел, ох, она там про Индию, прикол такой сказал, ну, дальше дойдем, а вот ферментированные растения, это еще куда не шло, типа, квашеная капуста, абсолютно верно, потому что клетчатка уже частично разрушена, и, да дело, не в клетчатке, там сложных углеводов, куча всяких других, важных и нужных, но дело, если в клетчатке, там в том числе, да, квашеная капуста, очень полезный продукт, про это у меня отдельное видео было, везде я говорю про это, все органы, она говорит, состоят наши из белков и жиров, и они должны быть только из животных продуктов, это что, научное доказательство? Это просто бред, в растениях полно белков, жиров, очень хорошо, но они по биохимическому строению непригодны, должен быть животный жир, это супер научное доказательство, я просто в шоке, ну может диссертацию защитить, даже я думаю докторское звание получить за такое доказательство, значит еще раз говорю, любые белки разбираться должны в ЖКТ, и всасываться в кровь в виде мономеров, аминокислот, аминокислоты током кровью, нашей главной соединительной тканью организма, разносятся в каждую клетку, в грибосомах происходит сборка белка, пофигу, я мягко так выражусь, какие белки, из каких аминокислот состоят, главное, чтобы были все незаменимые, хотя, если бы нормально работало ЖКТ, то именно из растительной клетчатки, наши бактерии синтезируют вообще все незаменимые, в том числе все аминокислоты, но это вопрос другой, не у всех сейчас, да? Только такие жиры подходят, особенно для мозга и гормонов, как это вкусно, наверное, ладно, давайте так, приведу в пример, она любит американцев, давайте приведу в пример, не какого-то там диетолога, а вегана, врача, Берхем, как-то там, хрен выглядишь, американского профессора, хирурга, кардиохирурга, который последние свои лет, больше 60 жизней, а он 103 или 104 умер, не ел, естественно, животную продукцию, вообще он был веганом, и вот что этот специалист, действительно, выдающийся старый школы специалист, очень известный в Америке, хирург, что он говорил, вот послушайте, там будет текстом, правда, перевод на русский, ну, посмотрите, почитайте. My name is Elzer Thwenham, I'm a cardiothoracic surgeon, and practice that as my specialty, all my professional life. I'm 98 years of age, and I practiced cardiothoracic surgery until I was 95. as far as my dietary program is concerned, I happen to be a vegan. I've been a vegan now for about half my life. I think that that's a healthy form of nutrition. I have always been inclined to be a vegetarian. My folks were farmers, and we had quite a bit of meat available. Ну, а дальше она говорит, шмат сала каждый день, если вы хотите быть здоровыми. У меня было видео сала, с мозгов свисало, можете посмотреть, так сказать, ответ одному, такому мальчишу-хорошишу из Белоруссии. Сало ей каждый день. Ну, а глобалисты, она говорит, насаждают искусственное мясо. Ага, тут она не сможет подловить ни меня, ни нормальных людей. Я, например, против всех этих извращений. А для чего человек, вот, переходит на веганство, чтобы жрать там, типа, сардельки и все, что он ел раньше мясное, только не мясное? Я никогда не ел. Это, вот, растительное. Это извращение я. Извращение. Не должно быть вообще этих слов, потому что они уже слишком с больными ассоциациями. Не должно быть вообще никаких этих растительного мяса, и про это все полное херня. Так что она здесь отчасти только права, что глобалисты хотят, там причина другая. Они просто не могут умерщлить такое количество людей, как планировали быстро, разными способами, до миллиарда свести, из 6-7 оставить, даже меньше, сейчас говорят, хотят. А они вот, так сказать, разными путями идут, и в том числе понимают, что так быстро не могут, значит, надо как-то, так сказать, увеличить, значит, более дешевые продукты, поскольку главное, это контроль за народонаселением, это контролировать продукты. Ну вот они пытаются сделать новые продукты, чтобы были дешевые, накормить гигантское количество людей. Ну, естественно, контролировать выпуск этих продуктов, поэтому искусственное мясо, там сверчки, там и прочее, так сказать, прочее. И она дальше говорит, что холестерин вообще не вызывает заболевания, что, значит, это все не от холестерина, и повышенный холестерин плохой в крови, от жира животного вообще не может быть. А я вам так скажу, делать не в этом. Вот она опять, вот про это она ничего не сказала. Дело в том, что это и правда, и нет. Дело в том, что действительно, да, пагуба слишком преувеличена, но, правда, посмотрите, что тот профессор сказал, который 103 года, американский кардиохирург. Он считает, что как раз любой холестерин вреден. Ну, он старой школы, кто-то скажет, это раньше так считалось, сейчас нет. Ладно, я скажу вам по-другому. Действительно, жизнь показывает, что если человек ест вот животный жир, то есть, холестерин, животный жир, да, разный в виде, там, сало и чего угодно, но он вообще сладкое не ест, проблем нет. А вот если он начинает есть и сладкое, что-то, фрукты, так сказать, я уж не говорю про кондитерские изделия и прочее, где чистый сахар там добавлен, то возникают проблемы и гликирование и много чего другое, брожение и прочее, прочее, нарушение биохимии, вот тогда возникает прекрасным образом повышенные холестерины, атеросклеротические бляшки, но вот, значит, если он ест, если ест, допустим, только мясо и животный жир не возникает, и сосуды чистые, если человек на веганском сыроедении, тем более не возникает никакое отложение, если он, конечно, на веганском сыроедении не только питается фруктами и так далее, или он пока питается фруктами только, но бегает ультрамарафон, и у него тоже сосуды чистые, а начинает сидеть на диване за компьютером, у него начинаются проблемы. Итак, да, в этом смысле, либо, так сказать, вот такое вот кето, питание, либо близкое к этому мясное в плане сосудов, либо среднеземноморская диета при сильном, серьезном физическом труде, либо веганское сыроедение без сахаров, без излишних сахаров, тогда тоже проблем нет. Так что дело здесь в другом. Ну, теперь про Индию она там, ну, 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 и она придумала что-то новое, вообще, так сказать, про Индию. Знаете, на каком основании? А она там как-то была и видела каких-то людей, идущих, еле ноги передвигающих, и она спросила, кто, куда, и ответили, пилигримы, паломники, которые в святые места идут. Она говорит, вы ничем не питаетесь, наверное, на воде. Нет, говорит, мы, и начала перечислять, что они едят, типа, все, кроме мяса. И она ха-ха-ха, мол, веганство это голодание, это, мол, не диета, не питание, не принципы. Веганство это именно, что принципы не убивать животных и питаться растительной пищей, дураку, понятно, а не то, что она пытается сейчас навязать. Ещё говорит, что за веганами мировое правительство стоит, всё навязано. Может, она за рупор мирового правительства пытается людей к каннибализму приучить, как сейчас всё вот это идёт, к этому фактически, то есть, когда умом тронулись люди, но ведь тронулись, и вот, пожалуйста, вам. Так вот, и она считает на этом основании, что все там едят мясо и ели всегда, и только это в походах, так сказать, вот допустимо. А я вам наоборот скажу, что даже в христианстве, когда идут посты, даже великий пост, исключение, то есть, даже мясо есть как бы, допускается тем, кто в путешествиях, то есть, странникам, потому что там тяжёлые там нагрузки и прочее, им разрешают. И так же и там, они не едят это, а едят многое, то, что, или много едят, больше едят, когда, так сказать, вот в дальних дорогах, странствиях и так далее, а так меньше едят. А знаете, сколько в Индии людей, которые не просто на веганстве чистом, это там 800 миллионов, а сколько на сыроедении, на веганском сыроедении, около 100 миллионов, про это были исследования, и я вам более того скажу, что существует сотни тысяч людей, там, которые на моносыроедении, например, едят кокос только, и, например, другой ещё продукт, и живые, и зубы здоровые, и так далее, и так далее. Она, кстати, и не отрицает, что есть люди, которые вообще ничего не едят, но даже не едят, это я уже тут буду, ну, не то, что отрицать, но большинство этих случаев, а она нет, как интересно, видите, переворачивается на 180 градусов в определённых моментах, что оказывается, это значит возможно, то, говорит, невозможно, а, потому что там люди особой духовности, ну, 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 и так про индию и веганство полнейшее вообще хиней, я такое слышу в первый раз, честно сказать, вообще, да, всё, люди меня больше и больше удивляют, а так, мол, мясо, мол, они едят, хочет она, видимо, этим сказать, ага, а веганство очищение, ну, ну, очищение, просто веганство, если ты варишь и жаришь, это вообще никакое не очищение, очищение это сыроедение, вот это да, потому что варёное, жареное, донатурированное, там и витамины многие разрушаются, тот же цепь, вообще плюс 70, ферменты, все разрушаются при 40, там 2, 48, огромные минералы в неорганическую, фактически форму переходят, как в воде выпадают, когда в осадок, они находятся в структуре живого вещества, в хилатной органической форме, то есть меняют структуру, пространственную конфигурацию и так далее, и так далее, так что варёная в этом плане пища вообще к очищению, глупость, вот не надо говорить, вообще никакого отношения не имеет, но я уж не говорю про её и этот ведущий, второе слово не записал, два слова, это просто ржач, веганец, новое слово придумали, веганец, а вы мясямцы тогда, ладно, и кстати, а вы знаете, что японцы вообще мясо не потребляли ранее, и европейские, которые 300 лет назад там приплывали туда, мореплаватели, и это в своих записях, в книгах, в том числе англичане, оставляли, ну-ка давайте отрывочек посмотрим с вами сейчас, книга «Стать японцем» Александр Мещеряков, тело европейцев имело не только ужасную оболочку, пишет со слов японских обывателей, они заполнены его варварским содержимым, внимание, в их повседневную диету, то есть европейцы, входило мясо, что для японцев дико, им вменялось вину, что они денно и ношно убивают и поглощают плоть, то есть коров, лошадей, свиней, кур, то есть товарищ тот, который там умничает насчет крупного рогатого скота, которого нет, потому что, типа, у японцев земли мало, даже кур, это было дико для японцев, товарищ умный, дорогой, так, превращаясь таким образом в диких, внимание, и агрессивных зверей, то есть тот, кто потреблял животную пищу, по мнению японцев, это было настолько неестественно, что эти люди превращались в диких, агрессивных зверей, масло и сыр, тоже казались японцам отвратительными на вкус, как и на запах, обвиняли европейцы в том, что они пьют белую кровь, внимание, молоко, то есть этого не было в традициях вообще, и было неестественно, то есть на уровне понимания, что в природе таких извращений быть не должно. Вот так, я уж не говорю про молочку, за которую она, конечно, топит, и когда японцы стали молочку еще натуральную, в 60-е годы потреблять, то у них сразу появились те американские проблемы, связанные конкретно с молочкой, ну, например, как сахарный диабет первого типа, именно аутоиммунные заболевания, не путайте со вторым, который может быть и у сыроедов, кто фрукты ест, допустим, то есть когда все начинается с инсулинорезистентности, далее там метаболический синдром, преддиабет, диабет второго типа, я говорю о первом, когда островки Лангерганса, бета-клетки поджелудочные, которые продуцируют гормон инсулин, просто разрушаются, а почему? Потому что это аутоиммунные заболевания, даже клетки иммунной системы начинают атаковать почти идентичные по последовательности аминокислотных звеньев белковые молекулы молочного белка коров казеина, которые почти как под копирку последовательность аминокислот в участках поджелудочной железы и казеина белка почти идентичны. И поскольку антиген, антитело реакции, иммунные клетки начинают уничтожать высокомолекулярные белки, попавшие по той или иной причине, не переваренными в кровь, а это автоматические реакции происходят, происходит то же самое. Иногда короткое замыкание условное, и иммунная система на себя начинает, на свой организм переключаться и разрушать похожие клетки, с которыми она боролась. А какие похожие? В данном случае молочный белок казеин. Также по мясу. Кстати, почти все вот иммунные заболевания проходят, когда человек переходит на веганское сыроедение, особенно когда фрукты убирает человек, ну то есть больше овощей, зелень, орехи там и так далее. И добавки, безусловно, чтобы не было дефицита питательных веществ, что и подтверждает моя практика. Тысячи тысяч людей, да. Ну и дальше она, эмоциональные люди на удочку веганства попадают. Разные люди попадают, вот на удочку вот этой дамы попадают те, кто, да просто кто хочет ей верить. Ну, например, она находит какие-то интересные, правильные слова порой, или, допустим, такие популистские, или, ну, мы коснемся еще популизма сегодня. Что-то я уже привел в пример, что, так сказать, масло масляное и так далее. И небо голубое должно быть, и должна быть чистая, адекватная жизнь, без мирового правительства, натуральной пищи и так далее. То есть вот то, что людям бальзамом, как елеем льет она на душу, ну, это дураку понятно, что это должно быть. Ладно. Но если бы она была права, еще момент. Не было бы веганов-долгожителей, сыроидов, не было бы, а они есть? Конечно. Кстати, посмотрите, что говорила про молоко, вспомнила я тут, и про воду, что надо пить только воду, от молока дети анемичными становятся и так далее. Занесенная официально, любимой Америкой, в официально, в мировую книгу Гиннесса. Самый старый педиатр на Земле, бабушка, которая прожила 114 лет, то есть на 12-м десятке умерла. Добрая очень женщина, это вот просто к ней ходили, вот, ну, это, конечно, смотрели на нее как на святую, понятно, мамочки приводили тысячи тысяч детей. И вот она сама никогда ничего не пила, кроме воды. Это фактор к долголетию? Ну, конечно, да. Ну, конечно, да, и молока то, что не пила. Ну, а теперь, говоря о том, что не было веганов-долгожителей, посмотрите про Джо Ролина, вернее, просто его. Ааа, в 104 года его сбила машина. Но посмотрите, какого он был физического состояния в свои более 100 лет, и он двумя пальцами вот так сжимал в конверт 25-центовую монету в 104 года. Ну, вот, его сбила машина, он умер, и он 80 лет был полным веганом, он был там чемпионом олимпийским, не помпом по боксу, в каком-то весе, я могу ошибаться. Ну, короче, он еще занимался теми методиками, которые наши старые русские силачи, когда там не очень крепкого, ну, скажем так, не огромного роста и массы тела, поднимали лошадей, там гнули по 2-3 подковы, вот он этим тоже занимался, этой статической такой нагрузкой, плюс ко всему. Ну, в общем, очень интересный был человек, веган. Кстати, Иван Поддубный мясо не ел, это если вы так вдруг не знали мясо. Да, он молочку ел, там мясо он не ел. А то у нее болезни на веганстве, а на мясоедни болезни нет, ну-ну. А если мясо плюс сахар там в разных продах, будут болезни по-любому, по-любому. И вот она приводит такой, я не знаю, не хочу обижать людей, сказать, для кого такой популистский дешевый примерчик. Типа, был такой веган, что-то он там несколько месяцев был на веганстве, и тут он, значит, шел, а там запах курицы гриль было. И он зашел прям чуть ли не в транс, просто пришел, как зомби заказал, а, сейчас объясню, к чему она это, заказал эту курицу, сожрал ее всю, да, 4 месяца был на веганстве, потом ему стало стыдно, и опять он, типа, не ест мясо и так далее. Это она к тому, на вопрос ведущего сказала, это я сейчас по памяти, да, что, типа, врут они, веганы, что ничего не едят, это долго так вот, мол, мол, ничего. А подлый пример, идиотский пример, значит, этим она оскорбляет тех порядочных, нормальных людей, которые никогда не врут, вот как меня. Конечно, им вот никак не доказать, они же со мной не живут или с кем-то из них, и проще всего человека говном закидать. Подло это, подло, не все люди подлецы, если вы такая можете вот обманывать и это допускаете, я не допускаю, нет, конечно, я допускаю, что часть людей врут, подлавливали кого-то тоже, это правда, да, почему нет, есть такие люди, кому стыдно признаться. Вот я, например, когда ушел с сыроедения, там, и не надо сейчас, дорогие товарищи, спрашивать, почему, да, кто-то хоть, вот считайте, что лень там стал или вкусов захотел каких-то там, ну, я на веганстве полном, но кроме яиц, то есть, ну, хорошо, вегетарианстве, да, то есть, я свои яйца от кур, вот своих я имею в виду, а кур мы не убиваем, да, вот кто своей смертью будет умирать, пока они еще не достигли возраста, когда, естественно, путем умера мы никого не убиваем, не будем убивать. А яйца, они без петухов, этическая сторона соблюдается полностью, эти куры несутся, если вы не знали, а многие не знали. Без петухов цикл, цикл идет, и поэтому яйца будут и без петухов. Жизни нет, зародыша нет, зиготы, то есть, ну, жизнь мы не убиваем, ясно, да, то есть, поэтому это этическая сторона. Это если мы говорим, такие начнут, кто ничего не понимает в этом, но осуждать будут из веганов. Хорошо, вегетарианец. Сейчас, вот два года, полтора-два, около, до этого 10 лет на чистом. Я ничего не боюсь, я просто открыто это говорю, сразу предупредил, потому что, да, это нечестно было бы по отношению к своим зрителям, там, врать, что я не на сыроедении, а говоришь, что на сыроедении. Это совершенно я согласен. По пьян-при, я честный человек, я это сказал. В общем, я для себя вижу будущее, все равно переход на сыроедение. Просто это, конечно, считайте блажью, нет тут причин. Ни здоровья вообще, абсолютно это никакая не причина. Абсолютно никаких изменений, ни до, ни после нет. А, насчет силы. Я никогда не занимался физическими нагрузками в плане, нет, не в плане физического труда, а в плане, ну, качаться, но приведу вам один еще пример на себе. Как говорят люди, люди любят, чтобы себя. Такой момент я приведу. Вот был такой Сергей Добраздравин, ну и сейчас есть просто фамилия его там, она другая, Добраздравин, псевдоним был. И вот он там, веганские марафоны, туда-сюда, а потом он ушел от веганства, перешел вообще, я думаю, сейчас и мясо ест тоже сначала, яйца, потом там молочку. Ну, короче, и он качаться стал, хоть и таким подтянутым, мощным, таким, брутальным. И вот он занимался уже года два, наверное. Приехал как-то ко мне, я в Подмосковье-то был у себя. Приехал, и я не знаю почему, мы на руках решили побороться. А я говорю, я, ну и к сожалению, я последние, да, много-много-много лет мало физически тружить, потому что приходится очень много, ну, бизнес и то-се, плюс видеолекции, это отнимает, я приходится сидеть за столом очень много времени. И это плохо, конечно, это минус, но факт. И вот мы решили с ним побороться на руках. И на правый, и на левый я его поборол, причем, ну, послушайте, что он сам про это говорит. Фролов, Юрий Андреевич, ну, Фролов, он очень умный мужик, очень сильный. Он один раз меня реально заборол на армрестлинге. Я год занимался в тренажерке, и он меня на армрестлинге, короче, уложил просто, уделал вообще вот на так. Я прям офигел. Вот. Но он не выглядит огромным качком, да? Ну вот, слышали, да? А то, что там, да, внешне не скажешь, это да. А потому что у меня очень крепкие сухожилия и связки, очень крепкие от природы. А физически я никак не стал меньше, так сказать, там, 20 лет назад, или там. Я был абсолютно такой же физически, как и сейчас. Ну, я имею в виду, по силе, да, и выносливости. Было тут как-то вот три цикла или что-то передвигали, не помню, ребята. А, квадроцикл, он был без батареи, и он тяжелый, он мощный такой большой, несколько человек. И надо было его как-то повернуть, подвинуть. Я его так беру одну, ну, ребята там трое двигают, я беру одну, вот так как рванул. Антон там такой, один есть, чуть не упал, там, говорит, вы меня этим прям потянули, я, говорит, за этим задвижением полетел. Ну, ладно, это я к тому, что вот, понимаете, примеры конкретные, они вообще ничего не означают. А вот закономерности или противоположные факты говорят о том, что, по крайней мере, человек не прав. Ну, если вот он так жестко, мясо надо, только мясо питает, растения не питают, ну, херняет. Ну, как не питают, если я не ем мясо уже там лет, ну, под 15, я не помню точно сколько, на строении был 10 лет и прочее. Ну, чего фигню-то говорите полную, я не понимаю. И как будто нет таких людей, кто с рождения веган, не только в Индии или где-нибудь там Бангладеш, а, так сказать, вон в Европе там 12 или 11 процентов, я сейчас не помню, англичан веганы. Ну, там я уж не говорю, что Линда Маккартни с рождения вегана, она не, вы понимаете, да, и как-то живет. Или там у этого Стаса Намина, солист, основатель группы Цветы, ВИА, так сказать, сын там, метр девяносто ростом, пловец, он здоровый, ни разу тоже в жизни не ел мясо. И он вообще веган. Так, так что пора бы вот эту херню прекращать нести, ну, просто пора бы прекращать. Нельзя в угоду своего бизнеса, там, занятий, популярности, врать и антинаучно, именно что антинаучно и антилогически делать какие-то типы умозаключения. Факты-то говорят о другом. Итак, мы поняли с вами, что долгожители веганы есть, что дело не в белках, а в аминокислотах, что любые белки разбираются до аминокислоты, потому просто важно, чтобы были все незаменимые аминокислоты, в том числе и другие нутриенты в питании, и все. Насчет лжи всех веганных, это подлость и недостойно человека порядочного. Себя, видимо, примеры, я не знаю, как иначе. Вот я, например, не такой, я верю людям всегда. Нет, ну, понятно, что не всегда. Я имею в виду, что вот когда, видно, когда сразу человек врет, это видно, а бывает не видно. Да, бывают такие люди, кто умельцы такие скрывают, умело, актеры хорошие, это все понятно, но людям надо верить, если человек показался, ну, и опять-таки, ну, людям надо верить, надо, конечно. И она говорит, все веганы, типа, такие публичные, вот, блогеры там, прочее, завербованные. Знаете, мне иногда пишут, я так злюсь от этого, ну, баню, естественно, или пишу, что подонок и сволочи дебил. Ну, когда, например, говорят, а кто вас проплатил или что-то, я всегда, или я пишу так. Это я, я человек обеспеченный очень, это я плачу, но мне никто ничего не платит, посмели бы мне за что-то кто-то заплатить. Это когда бывает мне так, реклама говорит, разместить, разместите рекламу с высоко поднутой головой, ну-ка, значит, мы хотим прорекламировать у вас. И, знаете, не пишут ничего, и мне так это бесит, иногда я просто не отвечаю, иногда я говорю, а что вы хотите-то, вы хоть напишите, что вы хотите-то. И вот пишут там что-то, я в основном отказываюсь по тем или иным причинам, а не то что 99,9%, я там только эти тонометры, по-моему, раза два рекламировал и всё. Ну, сам их не продаю, а вещь нужная, нужная. А если не нужная или вредная, я никогда в жизни не, мне как-то что-то предлагали. Не Макдональдса какую-то фигню рекламировать, это вообще полный вперёд. Вот, а если бы мне за миллион долларов предложили бы прорекламировать Макдональдс, ну, условно, я бы не прорекламировал. Ну, в общем, завербованная, это может она завербованная, это скорее всего, а так, я не знаю, единицы, да, наверное. А вы вот, не завербованной мясной промышленностью хочется ей сказать своей, а вот этим, что льёте бальзам-то, она теряет свои сейчас, так сказать, дивиденды. И что, как травят мир мясная индустрия, молочная индустрия. Это реки метана, извините, фекалий. Травятся реки и озёра и моря. Ну, естественно, не только этим. Ну, этим метан выделяется. Ну, короче, это сколько природных ресурсов? Это сотни там миллионов гектар пашень, земли идёт на корм, тот, который могли бы люди потреблять, еду, те же бобовые, да что угодно там. Они идут на корм скоту. И там вон мясо фиг да нифига образуется, а тонны съеденные, там десятков тонн воды образуется килограмм мяса. Это просто, это людей прокормить. У меня было об этом видео ещё советская книга 60-х какого-то года или конца 50-х, где были подсчёты, что там при определённом питании и правильном природопользовании сотни миллиардов людей планеты способны прокормить. А вот как раз ваши друзья, вот это мировое правительство, как раз и хочет сделать всё до миллиарда, чтобы, так сказать, вот этим золотому миллиарду, ну там, может, 100 миллионам, паразитируя на человечество, но на небольшом количестве, держа его в узде, контролировать и жить, что называется, по-королевски. Кстати, давайте вспомним другого Кэмпбелла, профессора Кэмпбелла, кардиолога и трансплантолога, причём уникального одного из в мире детского трансплантолога, выдающегося учёного, и у него книга была «Парадокс растений», где действительно он говорил, что есть группа растений, которые антинутриенты содержат, так называемые белки, тоже высокомолекулярные лектины, белки, которые вызывают воспаление, самый известный из лектинов – это глютен у всех на слуху, но существует около 100 других, и вот они вредны, это послёновые, то есть от картошки до помидор, это зерновые, это часть бобовых, но кроме там чечевицы, гороха, сразу скажу, то есть соя там, про которую она совершенно правильно говорит, там в плане, кстати, соя вредна и гормонами, своими определёнными фитоэстрогенами, как и хмель практически, но там по-другому немного всё работает, и, конечно, то, что это риск на ГМО нарваться – это 100%, а что такое ГМО? Конечно, сейчас много защитников, тоже целая когорта, вот они проплачены 100% либо дебилы, которые, знаете, которые просто торжествуют от научно-технического прогресса, и кто встаёт на пути прогресса, они готовы загрызть, такие фанаты, дегенераты, но есть проплаченные в основном, кто ГМО защищает – дебилы, либо проплаченные, это правда. Так вот, такой Кэмпбелл – парадокс растений. А знаешь, что он там, такая у него есть глава, когда он анализировал, ну не он, а это американские исследования, да, они умеют исследовать, значит, по долгожителям, в каких популяциях, у каких групп людей, придерживающихся какого питания, образа жизни, меньше болезни, от чего умирают. Так вот, речь там идёт о том, что те адвентисты, по-моему, седьмого дня, такая группа, типа христианская такая секта, если хотите, или там община, в общем, там были те, кто ел, например, там яйца, молоко, мясо не ел, рыбу не ел, у них там определённая продолжительность, по-моему, там, ну условно, там 80 лет, или 85, средняя. Значит, у тех, кто молоко, ничего, животное, у тех, кто оставлял, ну не помню я, в общем, сейчас там как погодить, и самая долгоживущая группа, чистые веганы, а у них физически активный труд, экологические условия, старые, как вы понимаете, вот эти механизмы, там вообще автоматизации ничего нет, как вот жили столетия назад, и чистые веганы, там вот бобы старых сортов и прочее, прочее, зелень там, химии никакой, естественно, нет, вот они жили дольше всего, и там под 100 лет средняя продолжительность жизни. Это американские исследования, да, профессора Кэмпбелла, который как раз, в общем-то, в том числе склоняется к такой, казалось бы, малорастительного питания, когда убираются целые группы растений, которые он обосновывал аргументированно, почему вредные. Так, идём дальше. Ну а где тёплый климат? Она говорит, там да, можно, типа, больше растительной пищи есть, а животные чуть-чуть совсем это, а это почему? А что, потому что энергию, что ли? Мясо даёт энергию, да? Супер просто. Тогда давайте из моего видео «Сыроидни зимой в Сибири» называется, сейчас отрывочек вам поставлю одного письма, которое мне лет там 10 уж точно назад пришло, на мой сайт youfrolov.blog. Сейчас вы его увидите на экране, и мой помощник вам его поставит. Так, идём дальше. Йоги, она говорит, есть вообще кто не едят, а эфиром, питаются эфиром. Ну и что, Оксана и ваши друзья, которые любят жрать мясо, и потому как им эта лекция по нутру, она это научно тоже обосновывает, что есть те, кто вообще эфиром питаются, это научное обоснование. Уровень духовной чистоты, это её цитата, могут даже не дышать. Как вам такое? Я сейчас вообще без комментариев-то оставлю, ладно? А почему, кстати, вы в Англии? Я всё-таки не могу и спрошу, вот вы, гражданочка, почему вы в Англии? Муж, ну переезжайте в Россию с мужем, в Россию лучше, многие иностранцы переезжают из Германии, переезжают из Англии тоже даже есть. Там же рассадник русофобии и вражеского отношения к России уже веками. Ну, всё началось с того, как Пётр I решил крепко застолбить моря за собой некоторые, чёрные, балтийская и так далее. И флот, и торговля, и мощь армии. И вот тогда англичане, морская держава, одна из ведущих шведов были англичане, шведы всё после Петра, после Полтавы и последних всех битв, проигравшие уже не имели никогда ту мощь, и англичане номер один стали, и они хотели оставаться номер один, тем более для них флот, это их колония, это Англия, это Китай, опиумные войны, ну, всё прекрасное, что Англия несла. Кстати, неужели есть такие дебилы, которые преклоняются перед Англией и считают, что они получили, знаете, вот эти все уникальные механизмы, развитие науки и техники, потому что они такие гениальные, вы что, такие дебилы, действительно, они только потому это получили, что они грабили веками колонии, убивали миллионами людей, богатство все себе в Англию перевозили, и освободился класс людей целый, который мог вполне, то есть богачи, богачи спонсировали их, чтобы умные, гениальные люди могли заниматься творчеством, изобретать, а потом они на это, на внедрение этих технологий ещё больше денежков заработали, ну, и власти получили. Неужели вы это, правда, не понимали? Ну, это глупые люди, значит. Так вот, Англия, это человеконенавистническая идеология, верхушка сатанинская правит, ну, как и в США, и вот уже Павла, вы в курсе, что Павла Первого, вот этот вот дворцовый измена-переворот, где, ну, волей-неволей, но участвовал и Александр Первый, сын Павла, так вот, его убили, вообще, знаете, про это я отдельное видео сниму, там очень тема интересная, через одну даму, нашу русскую предательницу, колоссальные деньги, англичане тогда заплатили, чтобы убить Павла. Это прям, это, есть полное исследование, как все это было, это уже, я не знаю, кто ленивый не знает, просто не знают нюансы, а я вот могу вам рассказать. Так вот, Англия, дальше идем, любые войны взять, любые, я уж не говорю про Севастополь и то, что Лев Николаевич Толстой описывал, и какая коалиция, всегда коалиции, Англия руководила, направляла, управляла, во все времена, это враги наши, искомные, и пока существует правящая верхушка там, к сожалению, народ-то или разный есть, и люди хорошие есть, но правящая верхушка, мы будем всегда врагами для них, и они наши враги по этой причине. Нам Англия нафиг не нужна, а вот мы и наше богатство этим тварям нужны, потому что капитал у него нет, национальности, ну, есть, конечно, но условно, да, так есть, конечно, на самом деле есть, но у него границ нет точно, и поэтому такие разговоры, что слишком большая наша страна, что так мало населения, а действительно мало, и не имеют права такое маленькое население пользоваться, о, как они за нас решили, чему мы право имеем, твари. Ну, а все поддерживают те соучастники, те пособники, тем более, сейчас Англия в открытой конфронтации с... и фазой это все более горячий становится, сейчас она неся одеяла, а Америке перетаскивают по ненависти и консолидации, так сказать, противостояния нашей стране, поэтому приезжайте из этой Англии к нам на родину, к себе на родину, а приезжайте, ладно. Ведущий порадовал вот этот ее, савтор передачи, говорит, дед мой 90 лет прожил, пол редиски в день ел, его отец, ну, его, а его сын деда, значит, соответственно, все удивлялся долгие годы, как он так весь день, он архитектором был, там, реставратором церквей, и вот как он там буквально там ест почти ничего, прям пол редиски раз пять повторил. И она говорит, ну, да, значит, такой высокодуховный, это уже, кстати, как интересно меняет, то есть, оказывается, может человек, да, и 90 лет прожил, может быть, и долго жить относительно, и, так сказать, мясо не есть и так далее, оказывается, все-таки может, то до этого два килограмма мяса сырого, то, соответственно, может оказывается, а, ну, так может и лучше к духовности, к высокой стремиться, и заниматься интересным делом, когда до еды действительно дело нет, а может лучше так быть в творчестве, созидании, так сказать, в том, а вы, кстати, если будете смотреть, вот вы непосредственно, мое вот это видео, аналитическое, вы посмотрите то, что я вам советовал на моем канале «Жизнь на земле», ну, вот насчет бросил Москву, и вы поймете, и это то, и поверьте, что это только часть, ну, не небольшая, но часть того, тем, чем я занимаюсь, и вот подумайте, дальше идем, но про сибр, там, про микрофлору, переваривание, это все понятно, там, что есть проблема оттуда, да, но, интересно, она опять-то у нее зашла, любимая тема всех, ну, все, они все одно, знаете, как вот Ждана совершенно прав по алкоголю, что все, кто хотят отстоять свою кружку, там, фужеры, чашку, с алкоголем любым, они начинают применять излюбленные, простые приемчики и фразы, одни и те же, постулаты, одни, ну, 50-60 разных, не больше, ну, одно и то же у всех, и по мясу то же самое, ну, вот началась опять песня, три желудка у коровы, у нас не то строение, так мы и не травоядные, ну, зачем вот эту херню нести, мы же не травоядные, но это не означает то, что мы не травоядные, что мы плотоядные, да, как она говорит, одним мясом можем питаться и должны, ладно, я только про зубки, клыки, вот давайте так, приматы, ну, например, гориллы, они вообще травоядные, то есть не плодоядные, там, как шимпанзе всякие, а травоядные, то есть они реально траву едят, побеги и так далее, вот гориллы, на их всех зубов, прям клыки, но мы же не говорим, что они хищники, а у нас вот эти клычонки, вот эти как пальчонки и ноготенки, это такая чушь, вы понимаете, что это условность чистой классификации, они вровень идут, вы что своими клычонками шкурку обдерете, ну, давайте посмотрим, как вот такие дураки пытались у зайца, один придурок, что он мясоед доказать, пытался шкурку грызть, вот у зайца сырого, посмотрите, ну что, вы поняли все, нет, а теперь, а вы знаете, что у нас ноздри вниз смотрят, ну, чтобы мы снимали, а зрение развито, и обоняние таким образом устроено, что мы берем, срываем, подносим плод, и нюхаем, созрел он или нет, то есть мы видим, созрел, потом проверяем, а потом уже на вкус, третья стадия вот, и уже потребление, да, а у хищников, у всех вот так вперед, по ветру нос стоит, вы в курсе, что у нас слюная мелаза, а во рту начинается пищеварение, это вы знаете, так вот, слюная мелаза, птиолин по-другому, это, она расщепляет углеводы, и, если мы дальше идем по цепочке, да, кто-то скажет, желудочный сок, кислотность повышен, кислотная среда, плюс фермент пепсин для мяса, для белков, в тысячу раз объяснял, а вы не думаете, что это дезинфицирующее главное свойство, дезинфицирую, то есть с плодами, с зеленью и так далее, попадают к нам, личинки всякие, просто белки, белковые субстанции, белки, и вот, и вирусы, грибки, бактерии, это что? Белки, и вот надо их уничтожить, дезинфицировать, так вот, желудок, это орган дезинфицирующий, который стоит барьером на пути, попадание далее в ЖКТ, и далее в кровь, и далее во все клетки нашего организма, инфекции, белков, и поэтому, вы знаете, как про мамонтов, аналогия абсолютно, люди, только судя по картинкам, в старых учебниках, верят в то, что люди, вот так на шампурах, там, на вертелах, крутят мамонтов, и убивают их там камнями, и так далее, а на каком, ну, во-первых, попробуйте убить мамонта камнем, или проткнуть копьем, я про каменным, но это только дебилы могут в это вот поверить, реально, это просто невозможно физически сделать, вот физически это невозможно сделать, и камнем его убить невозможно, даже если вы Иван Поддубный, а ямы вырыть в каменистую, грунтах севера, где какие-то загоняют, ямы скидывают, я в шоке, ну, попробуйте выкопать, чем, руками, или палкой копалкой, вы что, идиоты, но люди верят, и вот, смотрите, находят стоянки, типа, первобытных людей, ладно, и вот там люди, кострищи, вот тут они жили, группой родовой общины, вот люди, и мамонты рядом, кости, значит, что, ели мамонтов, а сейчас в Бирме, Бангладеш, где-нибудь в Индии, слонов едят, священные тоже животные, или они участвуют в хозяйственной жизни человека, помощники, друзья и члены семьи, которые помогают в строительстве, там, как краны, как машины, перевозка, ну, поняли, нет, что в древние времена, когда люди не дебилами были, а действительно, вот, история, это, конечно, сильно, вот теми же людьми, про кого она говорит, мировым правительством, очень сильно переписано, так вот, люди, для них, мамонты, для наших предков, высокодуховных, высокоразвитых людей, почитайте, что греки про Арктиду писали, про Гиперборею, про белых богов и так далее, откуда все знания к ним пришли, как и индусы пишут, откуда знания, все к ним от белых богов с севера пришли, так вот, сколько людей жили в Гипербореи, что они ели, только живую растительную пищу, только исключительно, и вот мамонты, это были животные, ну, тотемные, если хотите, члены семьи, помощники, да, что с людьми происходит, что с людьми, а все, почему, жрать хотят, привыкли, к чему жрать, и хотят, когда были детьми, они плакали, они жалели животных, вы все, практически все, просто помните или нет, а некоторые люди пишут, и в 70 лет, вот пишут, правда, было, а потом родители надо есть, ну, это вот животные одни, кошечки, собачки, это надо их гладить, лелеять, ласкать, лизать, а этих надо горло резать, кишочки выпускать, потому что они специально созданы для того, чтобы, какая вкусная мысль, правда, подлая мысль, недостойная вообще человека, не то, что человека разумного, идем дальше, ну, я дальше не буду вам перечислять анатомические, морфологические признаки, потому что, ну, во-первых, я мясо, надо есть видео еще раз, вам говорю, надо посмотреть клыки, пожалуйста, хотя уже пояснил, и кое-какие другие, а их очень много критериев, по которым мы можем четко сказать, что никакого отношения к плодоядным и к всеядным тоже не имеем. Теперь она там про кефир что-то говорит, детям кефир, надавались детям кефир, споили молодежь, академик углов, который, к сожалению, мясо ел, но, это выдающийся русский ученый, выдающийся хирург, коих единицы, ну, тот же Лео Бакери, которого вы, наверное, знаете все, он говорил, что для меня великий пример великого углова послужил, что я стал тоже вот хирургом, брат его спас, но не в этом дело. Так вот, академик углов с 60-х годов говорил, какое зло приносит кефир, что это полпроцента по ГОСТу этилового спирта в нем, а если он в тепле 2 часа постоит, там уже там процент, а если больше, больше, ребенок выпивает, у него дображивает, потому что там и углеводы, плюс сахар туда же детям, вы же знаете, как в советское время, еще сахар подмешивали, там уже и 5%, короче, стакан кефира, это как 50 грамм водки, удар по мозгу для взрослого, этот ребенок потом алкоголиком очень быстро становится, когда алкоголь ему в рот попадает уже во взрослом виде, это диверсия, которая была вброшена к нам для того, чтобы наш народ споить, это насчет кефира, я вообще говорю про все алкогольное, она вроде против, а вроде не против, там разные аспекты есть, где она это говорила, да, и вот она такой гениальный вывод тут еще делает, что понос у нее, мол, у детей проходил, когда переставали давать растительную вообще пищу, и она делает вывод, что растительная пища неестественна для человека, ну, вы поняли, да, кстати, была такая еще теория, она правильная, раздельного питания, старое, советское, и раньше, и не только советское, и зарубежное, раздельное, потому что когда белки и углеводы отдельно, особенно быстрые сахара, с белками, чтобы ни в коем случае не смешивать, даже это улучшает у людей все, и пищеварение, и похудение идет, ну, когда слишком жирный, и улучшение состояния, и в этом есть, у меня есть такое видео, раздельное питание, но этого недостаточно, просто, да, это про, так же, как есть видео, у меня интервальное голодание, или по-другому интервальное питание, или видео, почему не стоит есть после 16.00, все ссылки эти оставлю, это я специально сейчас проговариваю, чтобы так более полная картина мира была, так вот, ясное дело, что понос проходил, это не значит, что ее мясная диета права, это, знаете, как песня была такая смешная, врач прописал мне мясную диету, гиппопотамию кушать котлеты, от каждой котлеты из гиппопотама, поправлюсь я сразу на, по-моему, 3 килограмма, а из гиппопотамчика на 5 килограммчиков, но, да, это вот примерно из той же области, ладно, в общем, про кефир углова посмотреть, дальше, она вроде против алкоголя тут пометился, а тут алкоголь вроде нормально, айран, кефир, молодец, дамочка, молодец, но вы, наверное, поняли, почему у нее получалось лечить, потому что она убирала все быстрые углеводы, вредные, крахмалы, вареные и так далее, и сахара, и вводила, ну, там, натуральную пищу, там, человек перестал испытывать дефицит питательных веществ, у него организм смог начать бороться с теми болезнями, до которых руки не доходили, потому что он вынужден был каждую секунду бороться с выведением из организма вот этих ядов, которые себя в человек впитывал, их метаболитов, понятное дело, почему получалось, но это не означает, что это правильно, абсолютно, ну вот, а что будет с теми людьми, кто будет питаться, как она советует, вы знаете, у меня про это тоже было несколько видео, онкология будет, ну вот мое видео посмотрите, аналитика лекции доктора Генералова про кетопитание, и что будет с теми, кто будет продолжать так питаться, потом, а почему это сначала все очень хорошо, ну, конечно, они бочку покатили на китайское исследование, ясное дело, мол, это все заказ мафии, корпорации мясных, это нормально, когда у автора, профессора, который написал эту книгу, американского, дядя мясник умер от рака, историю своей семьи проверяли, она не ложная, это так и есть, тетка тоже, и так далее, и так далее, а он уж довольно-таки, ну, один, единственный из семьи, живет так долго, вот перед тем, как говорить, хаять, что это ложь, надо бы почитать, я, ну, допускаю, что что-то там, допустим, даже если притянуто за уроки, это суть не меняет, потому что есть те факты, основополагающие, ну, например, он говорит, детская онкология, почему поехали, куда там это, где там было это, в Камбогу, не помню я, куда-то в Юго-Восточную Азию, сейчас уже не помню, я аналитику в этой книге делал, так все помнил, я там четко говорил, ну, это же в книге написано, детская онкология, значит, там стали изучать, почему, арахис, значит, какие токсины, микро, там, черная плесень, влажный клеймот заводится, вот эти афлотоксины, вызывают определенный рак печени, там, истина, абсолютно, научные факты, и дальше случайно обнаружили, вот, определенные вещи, закономерности, потом вот это провели исследование, потом не одно, не два, они опубликованы, это все, знаете, я просто поражаюсь, как можно оклеветать, не, потом, хорошо, да хрен с ним, со всем этим, хрен с ним, практика критерий истины, вы видели совершенно иные факты, ну, все, и вот она, синтетическое мясо, это плохо, да, я тоже профи, это извращение, этическая составляющая, и духовные последствия, а можно духовно горло перерезать, или высоконравственно, так сказать, выпустить кишки, как вы думаете, а, или мозги съесть, тогда хочется спросить, есть ли мозги у вас, ну, про кошек, собак, что они не в отличие от человека, действительно хищники, я все объяснил, могут они жить, могут дольше, чем даже в природе бы жили дольше, а дело просто в наборе питательных веществ, дальше, про людей с чистыми помыслами, вообще смешно, когда мы говорим о, значит, выпускании кишок бедных животных, и поедании чего, только давайте так, вот, скажите хоть раз себе честно, что вы едите не мясо, а мышечную ткань трупа убитого животного, ну, правда, невкусно звучит, а мясо все-таки вкусно, потому что больная ассоциация, а не по сути ассоциация, по сути это мышечная ткань трупа убитого животного, вы падальщик ешьте, потом, сколько существует экопоселений, я объездил многие, я сам создал одно, сейчас второе создаю, я знаю, какие люди там, есть уже где третье поколение рождается людей, в основном люди, ну, кто разумный, правильно питается, образ жизни, здоровые, мясо мало где едят там, в основном экопоселениях вообще не едят, уровень духовности высочайший, там открываются такие способности, предвидения, синхронно, когда мысли возникают, у разных людей, кто думает об одном и том же, это я просто свидетель того, то есть, тут она права, насчет вот духовности, только духовности мяса, друг к другу отношения вообще, то есть, они противоположности, потому что мясо, это трупы убийства, это антидуховность, это правильно, как она там это коснулась косвенно, что люди на разном уровне развеете, ну, мол, есть высокодуховные, так почему же вы, дамочка, не призываете остальных быть высокодуховными, нет, жрать мясо и себя обрекать, говоря о вечном и о духовном, на очень плохое в будущих жизнях, ну, пожалуйста, делайте, делайте, вносите свою лепту, так, значит, мясо и дети, два видео про это все, в том числе, посмотрите, так, рак, это грибки, это опухоли, это прекрасно, она все рассказала, интересно, откуда она взяла, у меня или у Филипповой, я думаю, может быть, у Филипповой, скорее всего, значит, это известно давно, я про это видео еще лет, там, 8, как минимум, может, 10 назад все делал, снимал, вот, например, грибки и кожные проблемы, а также там прочее, вот такое видео интересное есть, одно из первых, ему лет 8, а, да, вот она тут выразила, что там вырастает вот такой шампиньон, я вообще в шоке, я про, то есть, это, конечно, нет слов, опухоль грибницы, это по сути своей верно, да, реагирует на вмешательство, как грибница, был бурным ростом, совершенно верно, поэтому метастазирование в кровь, вот, когда разрезают опухоль, удаляют, если поле операционное, щелоком соды не обработать, как делали, и когда Отто Варбург, лауреат Нобелевских двух премий, это, интересно, я рассказывал об этом, у меня тоже видео было, кроме этих случаев, и опытного хирурга, да, метастазирование очень часто, почему, вполне понятно, вяжется абсолютно с теорией грибковой рака, хотя, разумеется, причины рака 7, ну, основных, у меня есть об этом видео, а надо очистить организм и прекратить поступление токсичных, вредных, совершенно верно, мяса в первую очередь, а, кстати, при жарке мяса, знаете, люди, у нас жареные, а вы едите жареные, а знаете, что образуется при жарке мяса, например, гетероциклические амины, нитрозоамины, это такие канцерогены, которые гарантированно приводят к раку, а просто только времени, и люди там тоже начали, ну, половину от рака, половину от сердечно-сосудистых, от рака-то больше умирают людей, просто они не доживают, понимаете, из-за того, что быстрее, просто раньше умирают от сердечных инсульт, инфаркт, а так бы умерли от рака, конечная стадия нарушения деления клеток с ошибками, в результате многих причин, но в том числе потребления вареного и жареного мяса, это онкология, это онкология, и, кстати, есть вот препараты, если уж говорить, из высших базидеальных грибов, как раз, с выделенными определенными веществами, например, полисахаридами, как из шитаки, например, лентинан полисахарид, который, а вот что он делает в плане раковой клетки, только уже научно, вот и, кстати, давайте эксперимент сделать, посмотрите мое видео гриб шитаки, я там объясняю научно, как это происходит, как раковая клетка уничтожается от воздействия полисахарида лентинана на раковую клетку, которая содержится в грибе шитаки, только не вот тех, что продают в супермаркетах, это совершенно не то, а в тех грибах шитаки, которые действительно содержат природный полисахарид, ну так вот, и сравните, что у нее это научное видео было или у меня вот это, ну например, просто для примера, для сравнения, да и здесь я больше научно объяснил, чем она, хотя, конечно, это не научно, я давал в основном ссылки, пояснял просто, но довольно-таки достаточно, так вот, посмотрите, дорогие друзья, кого волнует тема рака, мои видео, которые я уже говорил, и плюс видео, которое называется «Общие принципы лечения онкологии», ну вот это ее ГАПС, убрать углеводы рафинированные, главные там, ну сахара, понятно, да, вот, кстати, это давление, ну это правильно в любом случае, это никакое отношение к мясу, не давление высокое, ну когда артериальная гипертензия, то, что люди неправильно гипертонии называют, потому что гипертония – это гипертонус мышц, и в том числе тех, которые артерии окружают, они сдавливаются, спазмируют мышцы, и сосуды сужаются, а называется это не гипертония, а артериальная гипертензия, как следствие повышения давления, да, и вот она говорит, это всегда дефицит магния, да, но не только, у меня есть по гипертонии два видео основополагающих, но магния тут очень важно, правильно говорить, зелень, зелень, знаете, что все, что зеленое, содержит кучу магния, от того и цвет зеленый, в курсе нет, потому что хлорофилл, в основе хлорофилла молекулы атомы магния стоит, и он зеленый, ну, за счет преломнения там лучей, это уже там поляризация, неважно, конечно, зеленый, а то, что вот, например, гемоглобин, то же самое, как хлорофилл, кстати, абсолютно одинаковые молекулы, но там в основе железа, поэтому красная, поэтому кровь красная, ясно, да? Ну, вот про корневор она говорила, что излечиваются, даже молодые, многие переходят, уже больные люди, ребята там с разными болезнями, потому что это корневор, это чисто мясо, то есть сырое, да? Как будто типа они неандертальцы, такие фантазии, что мы неандертальцы, и мы такую диету, палю диеты, только сырое мясо, и да, проходит, я же объяснил, потому что они убирают все, что вредное было, а из сырого мяса, ты да, получишь витамины и минералы, 100% получишь, но получишь кое-что иное, поскольку это неестественная, невидовая пища, но, безусловно, ну, конечно да, конечно да, только что будет потом, скоро. Жаль, не было рассуждений про, хотя нет, ну про бога, ладно, так косвенно, высшие силы, там духовность, да, интересно, имеет место бог, и что-то светлое, чистое, высшее, духовное, к убийству, и каннибализму, и сатанизму, чем и является убийство животных, и потребление трупов животных в пище, а? Ну, в общем, пафосная речь, про силу женщин в конце, прекрасно, и правильно, многое, но не надо смешивать одно с другим, убийство и духовность, и тем более, что мясо, трупы животных, это пища человек, вы своими ноготочками, можете кинуться на антилопу, разодрать ее, как любой хищник в природе, кошачий там, например, и псовый, можете, нет? Конечно, не можете, а зубчонками своими разодрать шкурку, тоже не можете, палки-ковырялки, это к биологическим механизмам, к нашим органам, отношения не имеют, у нас нет ножа, который вырастает из пальца, из ногтя, как у росомахи, из фильмов американских, комиксовых, вот этих, такого нет, одни фантазии, оборотни вампиры, а на самом деле, пальчики-ковырялчики, и не более того, ну, не приспособлены мы для этого, нет никакого биологического механизма, ну, какие мы такие, такие нежные, такие прям бабушки-лапушки, что это такое, такое мило, вот, в общем, мило всё, прекрасно, но глупо, и нечестно, поэтому меня это и так растормошило, а, она ещё насчёт злобы, агрессии, что-то там, по-моему, вот не помню, было или нет, или нет, я уж с другим путаю, не помню, раздражительность, нет, она как раз, в основном, у веганов проходит, в основном, а почему такое у веганов бывает часто непримиримое отношение, потому что люди прозревают, а им становится, знаете, так больно и обидно, почему мы люди такие идиоты, убиваем животных, двуличные мы, почему одних гладим, других убиваем, почему двойные стандарты, почему не по-человечески, несправедливо, и поэтому у них возникают такие реакции, вот эти вот, понимаете, от бессилия, безысходности, можно сказать, от понимания, что общество античеловеческое, в основном, непорядочное, это и это очень, а когда начинают спорить, когда человек, вот, например, неправ, а начинает хамить, клеветать, и выпендриваться перед тем, кто прав, у того, у кого правы, возникает чувство обостренной справедливости, так сказать, приструнить мерзавца хочется хоть как-то, поэтому некоторые, не имея словарного того запаса, или аргументов, как у меня, начинают более, так сказать, но я плюс тоже, бывает, начинаю, потому что я, как бы это сказать, по темпераменту холерик, так сказать, плюс, действительно, у меня очень обостренное тоже чувство справедливости, от природы данное, а так, в целом, как раз я-то, например, на веганстве, более спокойный, из-за уха, я бы там, если бы ел мясо, как раньше я, когда-то, я там, гораздо бы жестче бы все, и грубее бы выражал, но, как вы видите, интеллект мой, без мяса, 15 лет, совершенно, там ниже не стало, и я, так сказать, умею, общаться, рассуждать, анализировать, я очень тонко вижу, нестыковки, и, а логизмы, подмечаю, я, наверное, чуть ли не единственный мой канал, главный, который, это, подмечает, анализирует, у меня очень много видео, аналитических по, вот таким разным, там, Вероничка Степанова про мясо тут, выпендрилась как-то, ну, много лет назад про это сделал, и прочие, там, в кепке один был, Старк такой некий, какой-то, ох-то, Старк он, и прочие товарищи, ну, в общем, много, что я им адекватного, и людям, пояснил, ну, что ж, я надеюсь, что я вам, вот, Оксана Шурагина, письмо, с чего все началось, вам все пояснил, но главное не вам, не вам, друзьям вашим, я вас очень прошу, Оксана, пошлите это мое видео, и попросите слезно, чуть ли не на коленях, чтобы вас не обманули, и эти ваши глумливые дружки, которые, кстати, пусть, наверное, очнутся, и вспомнят, что у вас было, вот, пусть они посмотрят обязательно, это видео мое, и что-нибудь вам скажут, ну, что-то вам скажут, а вы поймете, это вменяемые люди вообще, или нет, ну, и там, в завершении, вот, я не вставил, забыл моему помощнику сказать, но давайте сейчас, там вот, ну, просто из последних видео, про какой-нибудь прорак, там, я, это правда, несколько раз уже вставлял, вроде не хочется, да просто лень, что-то искать другое, очень много писем, знаете, что, в ответах на вопросы, там, полно, ну, ладно, вот про рак, очень такой характерный показатель, а вернее, про комплексные меры, что такое комплексный подход, когда и питание корректируется, разумеется, там никакого мяса нет, но, но, ну, послушайте вот этот отрывочек, и сейчас я завершаю еще пару слов скажу, пишет Ина Куракин, Юрий Андреевич, хотим выразить вам нашу безмерную благодарность за ваши знания, информацию о лечении, которую получил мой муж, Дмитрий Куракин, после консультации с вами, поясню, я провожу еще пока индивидуальные консультации, на которые можно записаться, ссылка под каждым из сотен моих видео, на индивидуальную консультацию, дана в описании под каждым видео, продолжаю, помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности, после обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии, кто не понимает, это рак, ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней, как вы рекомендовали, он начал пить грибы санхваны трометас за две недели до весь курс и две недели после окончания терапии, поясню, я всегда говорил, из старых моих видео по онкологии, например, видео общие принципы лечения онкологии, приводил там живой пример, ну, на примере одной женщины, которая тоже пропила вместе с приемами курса химии и лучевой терапии, вот эти грибные препараты, которые усиливают действие химиотерапии или лучевой по ее результативности, но при этом не убивают иммунитет, и некоторые люди, кому посчастливилось слышать и понять мои видео, пройдя эти курсы, а эти препараты, разумеется, они все приобретали у нас на сайте nadgar.ru, если выполняли все верно, стабильно, комплексно, добивались положительных результатов, вот вам пример, продолжаю, каждую неделю сдавал кровь, результаты анализов были хорошие, что приводило в недоумение врачей, иммунитет не пострадал, внимание, моя ремарка, иммунитет, при этом, что он проходил химиотерапию и лучевую терапию, при приеме этих грибных препаратов, иммунитет не пострадал, как и должно было быть, как я и предупреждал. Продолжаю, и это помогло ему пройти курс лечения без особых побочных эффектов. Через три месяца мужа планировали оперировать, ожидая, что опухоль уменьшилась и осталась, но он за это время пропил ваш, ну вот, который я рекомендую, маркерный курс, это веселка, водорастворимые формы, шитаки, водорастворимые формы, рейши. МРТ и сигмовидоскопия показали, что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции. Врачи в Португалии разводили руками. Моя ремарка. Да уж, представляю, такого они никогда не видели. Как и те врачи в США, о чем я рассказывал в моем видео общие принципы лечения онкологии. Продолжаю. И не понимали, что происходит. Решили понаблюдать еще три месяца, а муж поменял рейши на митаки, но это как я рассказывал, там каждые три месяца смена грибных препаратов происходит. И также продолжил пить этот курс. То есть он уже пил, подчеркну, веселку, шитаки и митаки вместо рейши. В итоге были сделаны КТ, МРТ и сигмовидоскопия. И все показало отсутствие опухоли, то есть еще через три месяца. И показало наличие здоровой ткани. В настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые три месяца с проведением КТ, МРТ и сигмовидоскопии и анализа крови на онкомаркеры, которые, кстати, тоже были в норме. Сейчас он пьет третий курс грибных препаратов с грибом агарик. Ну, совершенно верно. И как вы рекомендовали, будет пить грибы до одного года. Потом профилактический курс раз в полгода. Он исключил мучные продукты, сладости, мясо, оставил только домашние яйца, иногда раз в две недели рыбу. Но основу нашего питания составляют овощи и зелень. Дорогие товарищи, все правильно, имена овощи и зелень, но не фрукты. Почему? Посмотрите мое видео сахар и рак. Еще раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь. С уважением, Дмитрий Ирина Куракины. Ну, разумеется, я ответил, что я безмерно рад, здоровья, и все правильно, при должном, правильном, системном подходе. Ну, вот вы послушали, да? Значит, что я хочу вам сказать, дорогие товарищи? Давайте так, вне зависимости от того, что вам хочется, будьте честными людьми. А что это значит? Это значит, что, чтобы не хотелось, надо на вещи смотреть не через призму своих желаний и привычек, жажд, а разума, совести, справедливости. Давайте-ка только так в жизни поступать и к жизни подходить. Поэтому, я вот говорю так, мне плевать, что там мне хочется, во что я верю, я не должен ни во что верить, я должен знать, разбираться. Для этого надо думать, для этого надо анализировать, для этого надо быть беспристрастным и формировать свои желания, привычки, отношения к жизни через вот призму этих понятий совести, справедливости, чести, порядочности и знаний. Через знания. Вот. И не выдавать желаемость в действительное. Ну, пожалуй, все. Я жду ваши комментарии под этим видео. Напишите, досмотрели ли вы до конца или нет. Но, я прошу переслать это мое видео ссылкой, ссылочку скопируйте, переслать своим друзьям, знакомым, наглым мясоедам, которые именно наглые, такие вы, пендрежники такие. Всяким там, впрочем, кому вы посчитаете, ну, в соцсети выкладывайте, чтобы как можно больше людей посмотрело. Это видео же очень важно, да? Ну, если вы поняли, что это действительно важно, нужно для чего? Ну, и пальчик вверх, чтобы больше было этих, чтобы YouTube мог чуть-чуть увеличить показ этого видео. Ну, все зависит от вас, как говорится. Ну, ладно. Всего хорошего, до новых встреч.